Традиционная встреча сотрудников полиции и подростков, состоящих на различных видах учета, прошла сегодня в спортивном зале городского отдела Министерства внутренних дел. Это такая неформальная часть полицейской работы. Без протоколов и бесед занять мальчишек интересным и полезным делом, привлечь к занятиям спортом, а значит предупредить плохие поступки. Такая товарищеская встреча полицейских и мальчишек на футбольной площадке не первая, и точно не последняя, ведь спорт дает очень многое. Вот и начальник участковых уполномоченных Александр Черный в детстве хулиганил. Как же без этого? Но ни на каких учетах не состоял. Мне помогли соревнования, которые проходили до тех самых семи лет. Начал участвовать в соревнованиях, играл все время в футбол, настольный теннис и до сих пор и навлекаюсь. Все нынешние взрослые мужчины были когда-то мальчишками, но теперь они понимают, что однажды оступившимся нужна поддержка и дают ее. В первую очередь психологически и морально изменяем их мы, родители и непосредственно тренера-преподаватели. Помогаем, чем-то советуем. То есть я им всегда говорю себе никогда не закрывайтесь, говорите, что какие-то проблемы в школе, дома. Будем вместе как-то их решать с родителями. То есть, конечно, видно, если мы идем навстречу, если они видят, что тренера готовы помогать во всем. Безусловно, они это видят, они меняются и с удовольствием занимаются спортом. Не особо разговорчивы эти мальчишки перед камерой. Им проще на поле, там они в своей тарелке. Ты спортом занимаешься? Да. Что тебе дает спорт? Много времени занимает? Нет. Немного? А хотел бы больше? Да. Что мешает? Школа. Школа? А так быстро до вечера футбол выиграл? Да. Ну, скажи, все, что мужчине спорт дает, на твой взгляд? Больше сил, вдохновения, настроения. Именно молчаливый пример старших, тем более полицейских, является хорошей профилактикой правонарушений. И лучше потратить с пользой время в спортзале, чем где-то еще. А этот товарищеский матч окончился в пользу, неважно в чью пользу, на то он и товарищеский.